И сегодня человек в легенде, имя которого и носит премия Гродинского облаканкама, в гонор которого названы в улице, городу и поселке Уприньомыня по спеховому керовнику Александру Дубко, исполнился по 80 год. От мыслово до юбилейной даты в ближайшие дни пройдя широк мероприемств, подчас которых будут вспоминать житовый шлях героя Беларуси, героя социалистичной працы, керовника Калгасу, благостаршине Гродинского облаканкама. Про Александра Дубко вспоминают с гонором и у господарцы. Цяпер прогресс вертялишки, под керовництвом якого, и она была выведена, як тады казали, на космичную орбиту. Прогресс Александра Дубко узначали у 1972 годе. Падчас его керовництва Калгас стал передовым у Беларуси. Сюды за опытом приезжали з усёй республики и не только. А кроме великой господарки, Дубко шмат уваги и сил отдавал развицю вёскы и по ляпшению добробыту ягу жихару. Як след у вертялишках з'явилися магазин, лазня и наводпершие пятиповерховики. Было такое время, когда стирались границ города и из деревни. Поэтому и все удобства здесь, так сказать, для колхозников делали, для того, чтобы мы могли всеми благами, так сказать, цивилизацией пользоваться и колхозники. Александра Дубко, жихары теперь уже агрогородка вертялишки, вспоминают не только як дальнобачного лидера, але и як доброго и чулого человека, який допомог раскрыться таленту и профессионализму многих людей. Александру Иосифовичу обязаны многие жители вертялишек, он сыграл большую роль в их судьбе. Многим были выделены квартиры, безусловно, за результативный труд и вклад в благосостояние нашего хозяйства. Кому-то оказывал помощь в организации лечения, кому-то, значит, помогал в карьерном росте. Он был доступен как человек, не только как руководитель, для специалиста он мог посоветоваться любому, он не был какой-то там псительный человек и так далее. Он всегда относился к специалистам, дал возможность самореализоваться, давал возможность. Я считаю, это самое главное, что он не поддавливал специалистов в любых направлениях, дал возможность самореализоваться. У своего праца Александр Дубко заусюдуя попирался на простых людей. Сам был с народу и ведал, что белорусы працавитые, сумленные, талиновитые. Ансамбль песни и танца Нива, у складе якого были мясцовые жахары, и он лечил гонором краю. Тому зусим невыпадковыми были их выступления на шматликих замежных сценах, сустречах у Рада и навод на сцене Организации Объединенных Наций у Аустрии. В то время мало кому была возможность выехать за границу. Он пытался показать культуру различных стран, он пытался показать, как живут где-то, как надо стремиться нам к тому, чтобы мы стремились к более высокому уровню жизни. И поэтому, я так думаю, что он считал наш коллектив как бренд хозяйства. Поэтому везде он нас с собой приглашал. За свою деятельность и профессионализм Александр Дубко был не одной же ухонорованный. И он – герой Беларуси, герой социалистичной працы. Его имя носит в улице у Вертялишках и областным центры. У Гродня проводятся хокейные и баскетбольные имяные турниры, что год присужается премия Абл-Ваканкама, якая носит имя Александра Дубко. А пачатую шмат году тому справу сёння с гонором продолжают и примножают земляки и работники СВК «Прогресс Вертялишки». Абл-Ваканкама